В соревнованиях приняли участие мальчишки и девчонки 11-13 лет. Парней оказалось больше. Девять команд распределили по трем группам. Семь команд девушек боролись за победу в двух группах. Соблюдаем регламент чемпионата России. У нас есть... Мы судим по правилам ФИБА, по международным правилам, и также по регламенту чемпионата России. То есть тут запрещена зонная защита. Дети играют один на один, защищаются один на один. Те команды, что становятся победителями в своей группе, борются за призовые места. Команда Искитимского района заняла второе место, поэтому против сборной Маслянинского района играет за последние места. Впрочем, как отметил тренер сборной Искитимского района, ребята сыграли неплохо. К тому же соперники сильные, и участие в подобных соревнованиях – хороший опыт. Мы приехали, в первую очередь, наиграть ребятишек, потому что у нас основная команда – это 2005 года рождения, а соревнования – по 2004. То есть ребята на год младше, соответственно, им более тяжело. Но они играют, показывают, что, в принципе, они достойны здесь участвовать. Из двух игр – одну выиграли, одну проиграли. Вот сейчас, так как по регламенту команда, занявшая первое место по группе, играют за первые три места, команда заняла второе место, вот мы заняли второе место по группе, мы играем за четвертое, шестое места. По итогам соревнований среди юношей третье место заняли берчане, на втором – сборная Куйбышевского района, спортсмены Новосибирской области на первом месте. Среди женских команд на третьем месте – Куйбышевский район, второе место заняли Искитимские девушки, новосибирские спортсменки – первые.